Инициативный круг граждан. По проведению митинга заявляем про те, в связи с закрытием доступа к ряду интернет-ресурсов в Приднестрове, партию Родина, здесь идет перечисление, лента, ПМР, ЛИА, Днестр, Приднестровского социального форума, социально-политического форума, открытого форума, сайта ПМР РФ, свободного форума, форумов НИСКРУНЕСКИ и НИСКРУПМЕР КОНТИНЕКТ. Данные интернет-ресурсы отражали мнение и оценки как граждан СМР, так и зарубежных пользователей интернета. По самым разным вопросам в жизни Приднестрова, актуальными были обсуждения принимаемых решений и действия органов власти республики. При этом пользователями интернета приводились конкретные цифры и факты, свидетельствующие об ошибках и просчетах властей нашей страны, а также предлагались альтернативные пути решения, стоящих перед Приднестровым. Но на сегодня неизвестны не только причины, инициаторы-исполнители закрытия доступа к интернет-ресурсам, но не выражена официальная позиция президента и правительства. На каком основании произведено абсолютно незаконное лишение граждан Приднестровья права доступа к указанным ресурсам? Более того, глава государства, призванные защищать права и свободы граждан Приднестровья, неофициально фактически одобрив блокирование к интернет-ресурсам. Вместо того, чтобы учитывать все точки зрения своей политики, власти перешли к фактическому подавлению инакомысля. Такие действия властей являются грубыми нарушениями статей 27, 8, 9, 45 Конституции Приднестровья. Закон о Приднестровья об информации, информационных технологиях и защите информации в других нормативных актах. Причина такого зажима информации проста. Катастрофические результаты правления нынешних властей за 555 дней руководства. Блокирование информации и сокрытие данных говорит о неспособности президента и правительства найти выход из этого провала в экономике и социально-политической измене. Мы убеждены, что подобные методы запрета не только не помогут решить существующие проблемы, но еще больше усугубят ситуацию в Приднестровье. Более того, нарушение законов в Приднестровье, международных норм в сфере получения, распространения информации, вагоны слова и прав человека дискредитируют нашу республику и подрывают ее позиции на международной арене. Участники митинга считают, первое, немедленно разблокировать фактически запрещенные интернет-ресурсы, восстановить свободный доступ к ним Приднестровских пользователей и всемирных сетей. Второе, обратиться к прокурору и провести прокурорскую проверку по фактам нарушения в ПМР прав человека в сфере доступа к информации и распространения информации. По итогам проверки провести необходимые действия прокурорского реагирования в цели восстановления законности и наказания виновных лиц. Это то заявление, о котором говорил Александр Ракимович. Третье, организовать рабочую группу, от себя добавляя, всех заинтересованных сторон по внесению изменений в действующее законодательство о недопустимости блокирования интернет-ресурсов без решения суда. Террасполь, 7 июля 2013 года. За основу принимаем? Да! Второй вопрос. Принимаем резонуцию? Да! Дорогие друзья! Мы сегодня сделали только первый шаг на очень большом тяжелом пути отстаивания своих прав. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас это время в организации именно этого митинга. Я хочу особо поблагодарить ребят, которые бесчадно нас критиковали за организацию этого митинга. И я хочу поблагодарить всех людей, кто сегодня пришел и не побоялся. На самом деле, нас намного больше. И интерес к этому мероприятию очень большой. И эффект от нашей сегодняшней встречи будет также очень большой. Но впереди большая работа, впереди большой долгий путь. Но я уверен, мы его преодолеем. И не верьте тому, что все сегодня показывает официальная пропаганда. Находите альтернативные источники информации. Делайте выводы и только тогда принимайте для себя единственное решение. И в конце концов, сегодня большой праздник. И я вас всех поздравляю. И могу еще раз сказать, такие мероприятия мы будем проводить в дальнейшем, потому что мы только в начале пути. Большое спасибо. Большое спасибо. Кто против? Единогласно. Повторяю. Большое спасибо. И уберите за отсутствие аспаратуры, за счет Бога, за отсутствие хороших песен, которые мы вам сегодня приготовили. Но самое главное сделано. Большое спасибо. И вам спасибо. Обычного фейсбука, где сидят очень многие наши уважаемые люди в этой социальной сети. И даже сейчас, когда закрытый социальный форум, который также превышал тот же самый фейсбук, суммарная аудитория закрытых форумов опять же превышает. Это же все не утаишь, и это все равно все пойдет и по республике, буквально пока мы говорим, кто-то уже пишет на форуме и описывает, как здесь вот поют кришнаит. Это просто, извините, это просто позорище то, что сделано. Мое личное мнение. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас тут еще записываются. Есть следующее предложение. Организационным комитетом, понятно, что формально выступил в качестве организатора этого мероприятия. Я направил заявку в государственную администрацию. Но очень много людей, с которыми я лично даже не знаком, а знакомились по интернету, вырабатывали проект решения резолюции. Мы распечатали несколько десятков экземпляров этого проекта. Сейчас этот проект мы передадим вам. Посмотрите, почитайте. Если за основу мы принимаем эту текстовку, то к концу митинга мы этот вопрос будем рассматривать и будем принимать, как положено на любом митинге, чтобы была результативность нашего мероприятия. Мы будем принимать резолюцию. Пожалуйста, читайте, передавайте друг другу. Делайте это только достаточно аккуратно и вежливо по отношению тем, кто еще будет выступать. Вот у нас записался Павлов Александр Иванович, пенсионер-малоежный. Да, пожалуйста. Мы не знакомы, но... Я вам поставлю оставить.